Вместо того, чтобы занять привычные места у станков, около 50 человек вышли на улицу высказать свое недовольство. По их словам, руководство не выплачивает им заработную плату с марта, хотя заказы на производство поступают исправно и выполняют они их строго в положенные сроки. Заработную плату не можем получить уже с марта. Руководство только обещает ее выплатить. Мы уже им не верим. На работу приходим каждый день, трудимся по 8 часов и хотим получить за это честно заработанные деньги. Последняя выплата поступила рабочим в прошлую пятницу. Но суммы в 12 тысяч тенге хватит лишь на проезд и покупку самых необходимых продуктов, говорят заводчане. У меня два кредита, которые нужно оплачивать. Трое детей. Вчера только жена родила третьего. Мы живем на съемной квартире. Как можно прожить целой семье на 12 тысяч тенге? Завод «Белкомит» выпускает продукцию для нефтяной, горнодобывающей и даже атомной отраслей. В заказчиках здесь числятся крупные компании с серьезной репутацией. Для того, чтобы обеспечить их заказы, на производстве в Алматы трудятся около 400 человек. И задолженность перед ними сейчас составляет порядка 30 миллионов тенге. Директор завода признает, перед сотрудниками виноваты. И объясняет, что перебои заработной платы возникли по вине двух компаний-заказчиков, которые вовремя не оплачивают покупку оборудования. Заказчики, которые нам должны, значит, они сегодня нам должны порядка 140-150 миллионов тенге. То есть, я говорю, этих сумм нам достаточно, чтобы рассчитаться полностью с заработной платой и с бюджетом. По словам руководства, согласно официальным письмам заказчиков-должников, платить по счетам они начнут уже в конце этой недели. И как только поступят средства, они сразу же выплатят заработные платы сотрудникам и закупят материалы для того, чтобы продолжить работу.